Вот как составить экспресс-стратегию организации с использованием коучинговых инструментов? Вот такой вот заход на стратегию. Я с большим удовольствием передаю сейчас слово Асе Миллер, руководителю Центра системных решений, коучу и стратегическому консультанту. Ась, очень надеемся, что вы нам скажете, что же надо сделать, чтобы экспресс-стратегия появилась. Да, конечно. Слышишь меня хорошо? Да, нормально. Да, приветствую всех участников онлайн-марафона «Сила вместе». И для начала представлюсь. Меня зовут Ася Миллер, как уже сказала Марина. Я руководитель, коуч и стратегический консультант. Очень символично, что я после Марины попала. Я по первой специальности инженер. У меня большой опыт работы в телекоме. Я занималась как раз описанием и оптимизацией бизнес-процессов. С 2000 года по методологии САДТ мы всем этим занимались профессионально. Далее я была руководителем. У меня большой опыт. И я организовала филиал здесь на Урале московской компании, IT-компании. И три года, как я работаю с НКО, как коуч, сопровождаю сотрудников. Вот. Очень интересно переводить языка бизнеса на язык некоммерческой организации. Здесь более он человечный этот язык, более простой. И поэтому попробую вам сегодня про стратегию также рассказать. Так. Открываю презентацию. Давайте посмотрим. Видно ее? Да? Да. Видно. Разверните только на экран. Да-да-да-да. Нет? Не развернула? Пока нет. Еще раз. Вот так. Вот. Отлично. Угу. Угу. Вот. Давайте тогда начнем. Сегодня тема моей небольшой лекции, моего выступления. Как составить экспресс-стратегию организации с использованием коучинговых инструментов. Коучинговые инструменты в основном это открытые вопросы, которых сегодня будет много. Их можно записывать и использовать в своей жизни, в своей работе, в своей команде. Я расскажу сегодня, что такое экспресс-стратегия, зачем ее составлять, обновлять, актуализировать, когда это нужно делать, кому полезно, кому не очень. И как же все-таки ее составить, то есть как это сделать. Приведу примеры и поделюсь своим опытом. Начнем с того, что же это такое. В моем понимании в моей формулировке экспресс-стратегия – это краткая формулировка основной идеи, видения будущего, цели. Экспресс-стратегия – это какая-то вдохновляющая мысль, простая фраза, которая вас вдохновляет. Это может быть часть или направление основной глобальной стратегии. Это может быть бихаг, это такое понятие, да, большая, переводится как большая волосатая амбициозная цель и целая теория работы с бихагами. Немножечко коснемся. Экспресс-стратегия – это обязательно понятная формулировка для всех. Экспресс-стратегия – это смелая цель, смелая цель в долгосрочной перспективе, которая непременно приведет к успеху. Здесь важно помнить, при работе с большими амбициозными целями, важно помнить, что они могут представлять собой как стратегическую цель компании, так и личностную цель всей жизни. Для НКО это особенно актуально, потому что создатели НКО, они все-таки реализуют цель своей жизни в помощи обществу. Важно помнить, что большие цели могут сосуществовать друг с другом, они могут скрещиваться и эволюционировать. Я призываю вас ими в этой презентации расскажу, постоянно актуализировать эту цель, разговаривать о ней, формулировать по-другому, более кратко, более точно или наоборот более общие формулировки давать, для чего дальше тоже обсудим. Какие вопросы здесь могут быть для того, чтобы эту стратегию пощупать, так скажем? Вопросы, куда мы с вами идем каждый день, каждую неделю, каждый месяц, что, куда мы движемся? Как то, что мы любим, умеем и хотим делать, вписывается в потребности этого мира? Это прямой вопрос про пользу, про ценности. Что я хочу как руководитель, что я хочу через год, через три, через пять, что я хочу вообще и с этой компанией, и с этим проектом, и с этой организацией? Какова цель? Часто бывает, что мы делаем какие-то действия, и важно остановиться и спросить, для чего? Цель-то какая? Что важно для нас? Что важно, очень хороший вопрос. Почему важно тоже хороший коучинговый вопрос? Я призываю всем этим фокус на главное держать, да? Напоминать себе, своей команде о важном и о главном зачем? Зачем мы это делаем? Ради чего мы вообще затеяли весь этот сыр-бор, как говорится? И здесь коучинговым инструментом является визуализация. Можно разместить какую-то картинку с изображением цели на заставке смартфона, на плакатах в офисе. Это действительно работает. Это помогает мотивировать и мотивироваться, и идти вперед. Все время держать в фокусе то важное, ради чего? Можно задать вопрос, и если чувствуешь какой-то дискомфорт, да, что вроде бы стратегия определена, но четко все-таки нет этой энергии, вдохновения, тогда можно просто задать вопросы и походить, послушать, понаблюдать, поддержать это в себе. Здесь приведены вопросы, которые я рекомендую задавать, да, взглянуть на деятельность глобально, то есть обсудить с коллегами, может быть, с партнерами, что происходит в отрасли, какие тенденции, что в мире вообще, да, то есть держать нос по ветру, так скажем, что происходит в регионе, в городе, в среде НКО, у партнеров, у конкурентов, хотя вы так здесь не говорите, но все равно это есть. И если сформулировать одной фразой, да, полезно спросить, но это я уже вам сейчас как эксперт говорю, как я работаю с руководителем, я спрашиваю, если спросить одной фразой, сформулировать, да, и чтобы это было понятно даже ребенку, что вы делаете каждый день, за этим сразу следует, зачем мы это делаем, почему именно это, почему я, почему так, да, то есть, ну, тут есть о чем поразмышлять. Зачем же нам вообще этим заниматься? Вроде бы живем, живем, работу, работаем, да, а тут вдруг надо какие-то стратегии все время смысл протирать. Для того, чтобы осознавать ценности, для того, чтобы поймать вдохновение, мотивацию, энергию и для того, чтобы сделать какой-то выбор. Иногда часто, чтобы перейти на новый уровень жизни, карьеры или развития, да, как личного руководителя, так и всей команды, необходимо создавать новые и пересматривать старые цели. Ну, без этого просто никак. Большие амбициозные цели, они могут быть долгосрочными стратегическими целями. Часто это видение на 5, на 10 лет у многих. Ну, сейчас в нашей обстановке чаще я встречаю на 3, на 5, на 3 года, на 5 лет, на 10 как-то не так смело, да, но бывает такое. Кому-то комфортнее ставить краткосрочные, и они больше вдохновляют. Сделаем в этом году вот это и вот это. Сделаем в этом квартале вот это и вот это. Главное здесь что? Главное, чтобы каждый шаг приближал вас к вашей цели. Каждый шаг – это действия повседневные как раз. Секрет амбициозных целей кроется в том, чтобы сделать что-то такое, что заставит расти всю компанию, включая любого сотрудника. Всем придется выйти из зоны комфорта. И здесь вот как раз Катерина говорила про изменения в команде, про то, как с ними быть, и здесь мы созвучны в этих темах. Все спикеры, получается, так. Вот. Еще один аспект «зачем», который я здесь не отразила, – это продвижение. Продвижение, фиар. Когда про вас все знают, кто вы, про что вы, с кем вы работаете, то к вам с этой темой идут, подтягиваются, и к вам с этой темой направляются. Вы видите в наших рабочих чатах, в различных НКОшных. А кто занимается вот этой темой? А кто может помочь с этим? И вот это как раз и про это тоже. Это узнаваемость, это продвижение, это понятность. Вот здесь такая цитата из «Алисы в стране чудес». Я сталкивалась с тем в своей работе, что организации, например, говорят, почему вообще нужно что-то делать? У нас все стабильно, мы наконец-то достигли какого-то равновесия, да, хорошо, доходы соответствуют расходам, больше нам не надо. И вроде бы только все наладилось, а тут вы со своими, опять же, стратегическими целями. Но один из подходов коучинга в том, что изменения неизбежны. Даже если мы замрем, вокруг нас мир движется. И компания не может остановиться, она начинает стагнировать, она начинает двигаться вниз. Если вы не расширяетесь, не двигаетесь вверх, то вы падаете вниз. Все думают, что придет время, а время только уходит. Опять же, в этой же сказке, да, сказано. Поэтому отсутствие амбициозных целей может, конечно, косвенно освидетельствовать о начале стагнации. А стагнация – это все-таки смерть. Поэтому призываю к развитию. Двигаться как можно быстрее, да. Когда? Когда нужно делать эти действия, когда нужно задавать эти вопросы, когда нужно вести эти беседы. Когда наступил кризис, и неважно где, в отрасли, в стране, в мире, в самой компании, да, нужно пересматривать снова, снова и снова пересматривать стратегию и цели. Когда вы стремительно растете, вы набираете обороты, у вас становится больше благополучателей, больше партнеров, больше сотрудников. Тоже необходимо заниматься этим действием. Когда произошли быстрые изменения внешней среды, изменилось какое-то законодательство, что-то резко случилось, да, тоже нужно посмотреть, достать свою стратегию и посмотреть на нее. Когда вы какие-то подвели итоги, бюджет, да, составили, наконец-то, на год, или смотрите результаты квартала и сравниваете с предыдущим периодом, и видите, что данные вас не радуют. Например, вы хотели привлечь больше, привлекли меньше, или затраты требуются больше на следующий период, да, тоже надо посмотреть на цели. Когда какие-то внутренние изменения, когда в компании устали, заскучали люди, да, вот нет у них какого-то движа и нет стремления вперед. Когда по-старому не работает, когда творческие задачи. Да, достаточно часто нужно об этом думать и говорить. Ну, в моей практике не реже, чем раз в месяц. Для команды очень хорошие вопросы. От чего нам нужно отказаться? Что устарело? Что можно убрать уже из нашей жизни, да? Что мы спокойно можем продолжать? То есть это работает, удовлетворяет всех. Что важно начать? Мы этого не сделали, но нам это точно нужно. Вот такой формат стройной таблички, да, он очень простой. И я рекомендую с командой на встрече раз в месяц вешать флипчарт, в котором будет три столбца. Можно отказаться, продолжать и начать. И раздать просто стикеры сотрудникам, которые они наклеят. Почему стикеры? Потому что это без эмоций, потому что это динамично, просто, и каждый может высказаться. И я вас уверяю, что каждый раз и каждый месяц при проведении такой простой практики вам будет о чем подумать и что может быть изменить. Чтобы быть эффективными, конечно же. Кому? Кому нужно стратегическую экспресс-стратегию, да, кому нужно вообще? Руководителю, несомненно. Несомненно. Чтобы идти вперед, чтобы быть вдохновленным, чтобы сопровождать рост своих сотрудников. Команде. Команде точно надо, потому что люди теряют ориентир, а без него теряют интерес. Чтобы понимать им, кто мы как команда, в чем наша сила. С партнером. С партнером тоже. Если вы прозрачно говорите, вот у нас такая стратегия на год, там, или на три года, то они вовлекаются в проект, совместно движение происходит и сотрудничество, когда всем все понятно. Благополучателям. Они видят новые перспективы, они видят, куда движется фонд, что они еще могут получать. Причем еще интересно, можно периодически запрашивать обратную связь от благополучателей и с их помощью тоже пересматривать стратегию. Можно задать им вопросы, что для вас является помощью и поддержкой от фонда, а чего вам точно не хватает. Такие простые вопросы дадут тоже о чем подумать, куда направить свои силы. Обществу, конечно же, это понятность и прозрачность, это стабильность и уверенность. В вашем фонде, в вашей компании. Как это делать? Да, я тут уже примеры приводила, да, ну и, в принципе, еще расскажу. Можно делать это самостоятельно. Это может делать руководитель, это может делать лидер, формальный, неформальный, начальник отдела и так далее. Это могут делать сотрудники, они могут инициировать такие вопросы и прийти к вам с тем вопросом, какие перспективы у меня лично, и это, конечно же, выводит к перспективам развития всей компании. Чтобы делать это самостоятельно, да, необходимо получить теоретическую базу прежде всего. Ну вот этот вот марафон сегодняшний вам в помощь. А также очень важно наработать практику. Наработать практику – это попробовать задавать эти вопросы и не спешить, главное не спешить, замечать, слушать, видеть реакцию и свою внутреннюю, и своей команды. Второй способ – это с помощью привлеченного эксперта. Есть разные гранты на развитие команды, которые помогают и позволяют привлечь эксперта. Эксперт может как-то неволь сопровождение организовывать, да, так и наблюдать в открытую, проводить какие-то тренинги, групповые сессии. Ну, все вы, наверное, этим пользовались. Стратегические сессии выездные, в том числе, большие. Или может работать руководитель плюс эксперт. Это индивидуальная работа в виде коуч-сессии, тематических бесед, вопросов и так далее. Вот здесь я привела вопросы, которые будут полезными. Зачитывать не буду, все видят, да. Если вы надумаете провести групповую сессию в своей команде, то можно пойти очень простым путем, выбрать несколько ценностей, сфокусироваться, назвать их, да, обсудить, что внутри, что снаружи, что в мире. И поговорить о командной сплоченности, создать договоренность. То есть как мы будем эту ценность, как мы поймем, что она вообще представлена в нашей жизни. Какие действия будут ее запускать? Какая нам нужна на эту договоренность? Это прояснение терминов, это притирка, это создание общих понятий. Все происходит вот на этой сессии. Но важно помнить, что договоренности любые, да, они работают не более полугода. Если вы договорились даже про какую-то экспресс-практику, что мы идем вот к этому, через полгода обязательно нужно переобсудить. Если вы договорились что-то делать в одном направлении, но три раза не работает, то что-то с этой договоренностью не так. Ее тоже надо поменять. Ну и, конечно же, договоренность – это сотрудничество взрослых и осознанных людей. Если кто-то в коллективе ведет себя не так, ну, тут уже вопрос о составе команды. Еще что хочу сказать про экспресс-стратегию, чем она отличается от большой, да. Большая, когда мы выезжаем на стратегическую сессию, выходим или погружаемся очень глубоко, мы формулируем часто большими фразами сложными, да, там, например, осознать и зафиксировать области экспертизы фонда. А моя теория про экспресс-стратегию – это простые понятные слова, да. Когда мы сидим и разговариваем о том, что это за фраза, вот это осознать и зафиксировать области экспертизы фонда, и кто-то из команды говорит, мы круто делаем вот это, и вот этим хотим поделиться вот с соседями. Такое осознание происходит у людей. Они так смотрят, да, о, так это же здорово, говорит кто-то, да. Или кто-то поворачивается и говорит, а нет, я не так понимал себе эту цель. То есть я призываю вас к ясности, четкости и правдивности. В постановке вот этих вот целей. Это и есть экспресс-стратегия. Вчера вот, допустим, я работала с менеджером, региональным менеджером Пятерочки. Говорю, какая у вас стратегия? Оптимизация. Грустно говорит мне о женщина, да. Вроде бы одно слово понятное, но оно вообще никак не вдохновляет. Дальше начинаем раскручивать, что и какие цели видят. И оказывается, что оптимизация принимается только в том плане, что после нее будет расширение кадров. Вот они сейчас все оптимизируют на 30%, а потом наш уральский регион все-таки разделят. Волга отдельно, а мы Урал отдельно. И здесь мы свои компетенции реализуем. То есть звучит она так, а на самом деле совсем про другое. Так, если у меня еще время, я могу вам еще примеров поприводить. Если нет, то... Немножко есть, чуть-чуть. Немножко есть, да. Вот мы с Мариной тут оказались созвучны про корабль. И я для вдохновения написала вам цитаты известных, знаменитых людей. И это все про цели, стратегию движения вперед. Я точно считаю, что если вы ее называете честно, правдиво, вдохновенно, то, конечно же, будет большой импульс. Вот из примера работы с директором завода люди бизнеса, они вообще такие, они очень кратко формулируют, какая у вас стратегия. У нас стратегия прибыль, да. Прибыль, ебеда и так далее. Я говорю, ну как-то вот звучит все вроде бы понятно, но для чего же все это? Ну кто, говорит, понимает, для того все укладывается в эти слова. Я говорю, а кто не понимает? Ну допустим, к рабочим не очень хочется идти на заводе, да, и говорить про эту ебеду. Они и слова-то такое не знают. Что же вы говорите им? Мы говорим, что сейчас для нас важно запустить третью линию производства. Мы говорим, что важно общественные сооружения, да, там как-то привести в порядок. И это всем понятно. То есть это вот пример того, что это часть большой стратегии, да, но она звучит более понятно, человечная, и с ней можно идти к людям. То есть у разных направлений могут быть разные экспресс-стратегии. У фандрайзинга своя, у пиара своя, у программного отдела своя. И либо это, наоборот, большая, которую нет сил назвать. Такое тоже бывает. Мы работаем в маленьких целях, а большую мечту не называем, не хватает духу. И когда ты назовешь, тогда все организации становятся легче. Вот такую я вам рассказала практику, методику, и рада поработать с каждым из вас. Ну, первым, троим. Можете обратиться в личку, да, я поработаю бесплатно, прям проведу индивидуальные сессии. А для всех остальных, в принципе, готовы ответить на вопросы всегда, да, и в телеграм-канале, и через сайт, и приглашайте еще, будем обсуждать и метрики, и стратегии, и все остальное. Вот это мы приглашать, это мы с удовольствием. Вы, наверное, слышали, да, что у нас есть разные форматы работы, и один из форматов – это лаборатория наших ресурсных центров, в которых мы разные темы поднимаем, и вот как раз на практике обсуждаем, чтобы была возможность поговорить, вот, обсудить опыт, и вопрос, конечно, стратегии, он всегда очень актуальный, с точки зрения того, что часто ресурсным центрам приходится, разговаривая с нашими клиентами, с некоммерческими организациями, задавать им этот вопрос, да, а зачем вы работаете, а что вы хотите, а зачем вам этот проект, а что для вас главная цель, да, и вот, чтобы не пугать разработкой большой стратегии, иногда, может быть, можно идти по экспресс-варианту сначала, чтобы, да, чтобы люди поняли, что им важно на эти вопросы отвечать. Коллеги, может быть, у вас… Да, вопросы есть, говорите, пишите. Еще часто бывает, что стратегии определили, дальше пошли, выбрали метод, вот сейчас Марина рассказывала про KPI, я недавно с организацией работала по OCR, Objective Result, да, цели, ключевые результаты, это тоже методика, метрик, и что я хотела сказать, что бывает, стратегии определены, цели ясны, но когда мы выбираем путь, вдруг становится так тяжело, что нужно что-то пересматривать, вот поэтому я в системе работала, организация, там каждый ставил себе цели, отчитывался, вроде бы все красиво и понятно, но когда совещание по три часа раз в неделю, люди очень устали, и пришлось пересматривать все, вот, то есть еще и сочетание пути с выбранными целями, это тоже очень важно. Спасибо большое. Коллеги, вопросы, может быть, телекомментарии, уникальная возможность, у нас есть еще три минуты. Да, я постаралась уложиться, чтобы не задержаться. Да, да, спасибо огромное. Коллеги, вот знаете, я всегда говорю, вопросов нету в двух случаях, или все понятно, или ничего не понятно. О, как записаться? Все понятно? Чат пошел. Да, оставила я контакты свои, ну и, наверное, потом после семинара тоже вы разошлете, да, Марина? Да, конечно, конечно, мы разошлем контакты, да, вот есть возможность, да, обратиться за консультацией, и спасибо огромное. И да, я думаю, что мы продолжим, конечно, разговор на эту тему. Коллеги, если вопросов нет, то мы тогда, Ась, отпустим, и... Спасибо вам огромное, очень интересный подход, и правда, такой очень концентрированный, и возможность такого экспресс-консультирования, в том числе, наших любимых некоммерческих организаций, которые иногда не знают, зачем они собрались делать то, что собрались делать. Вот, вовремя остановить, это тоже очень важный результат консультирования. Я думаю, лучше сказать, вовремя найти смысл, мы найдем. Да. Каждый знает, для чего, просто, может быть, не сформулировал. Не всегда сформулировано. Спасибо большое. Ну что, коллеги, мы с вами...